Здравствуйте, наши друзья! По многочисленным просьбам, телезрители, также моей жены, мы продолжаем кулинарное шоу, которое у нас дома продолжается каждый день. Сегодня мы будем готовить пасту, которая называется Фра Диабола. Хотя я немножечко буду филонить, так как соус я уже купил, и делать его с нуля я не буду. Но хотел показать, как сделать очень вкусный си-фуд Фра Диабола, то есть с морепродуктами. Для этого, естественно, нам нужна арабиата. Это перчёная паста. Не паста, а перчёный соус. Нам нужен чесночок. Нам нужна паста. Вообще, я обожаю такую пасту, но можно сделать. Мне очень нравится сам скуринг, спагетти или любая лингвини подойдёт тоже. И самое главное, это морепродукты. Можно ещё моллюски делать, там можно кучу разных, но на чём ясно выявился, это гребешки. Гребешки. Это гребешки? Да. Нам нужно немножко гребешков. Нам нужны креветки. Немножечко. Горсточку. И я ещё купил этот самый, маленький щупальца-свиножек маленьких. Вот такие вот. Вот. Как в фильме «Чужие». То есть вот это мы будем сейчас готовить. Для этого нам понадобится сковородка и кастрюлька для пасты. С самого начала мы возьмём, начнём пасту пылить, процедим её потом и отложим в сторону. Для этого я набираю воды, так как нас сило трое, пол пакета пасты, думаю, будет достаточно. Так, берём воду, вставим на огонь, ждём пока она закипит. Помимо этого, напидаю немножко соли. Теперь чё нам нужно сделать? Теперь нужно сейфуд наш, взять гребешки и всё сделать. И всё порезать на маленькие кусочки, чтобы был хороший микс и гребешков, и креветок, и всего остального. Начнём с гребешков. На маленькие кусочки. Режем где-то по одному-два сантиметра размером. То же самое проделываем с креветками. Хотя, если честно, креветки можно даже целыми. Но я люблю хвостики отрезать. И креветки тоже на три кусочка. Так, закончили. Такая тема у нас получилась. Маленькие кусочки, всё смешиваем. И теперь последнее. Мы берём наши маленькие эти ножки от тапуса. Тоже отрезаем. Разрезаем. Вообще, я люблю, когда ножки такие целые готовятся. Поэтому ножки я не буду отрезать. Вот так они будут пожариться. Потому что они ещё, к тому же, когда будешь ржать, они немножечко сойдутся. То есть я просто по ногам отрезаю, но я сами ноги не отрезаю. То есть я их отделяю друг от друга, но маленькими кусочками я их не отрезаю. То есть вот так вот я резать не буду. Я режу их вдоль. Так, раз, два, три, четыре, пять. Готово. Вот такие большие куски есть тоже. Их нужно разрезать. Сейфуда не слабо, конечно, я накупил. Можно было и поменьше, но... Как говорят люди, никто не жалует. Думаю, никто жаловаться не будет из-за того, что много сейфуда. В ресторан, если идёшь, там, может, у тебя пол лапки о свиноге будет. А дома можно сделать столько, сколько ты захочешь. Что, естественно, очень-очень-очень прикольно. Но если кальмаров у вас в магазине нет, то не расстраивайтесь. Сделать можно и с креветками. И с чикеном. Даже скутер можно сделать, если честно. Такая вот у нас получилась подборочка, конечно. Очень хорошая, я сказал бы. И поджаркой заниматься. Поджарка, конечно, идёт... Главное с этим самым... Главное с такими вещами это не пережарить. Потому что, если ты пережаришь, то морепродукты становятся очень жёсткие. И их потом невозможно есть. Поэтому надо аккуратно, аккуратно всё жарить. Пока это ждёт, я немножечко нарежу чесночка. Потому что чеснок это очень важно. В итальянской кухне, мне кажется, вообще без чеснока делать нечего. Пару зубков стопудово должны замешать туда. В нашу жаровню. Потому что без чеснока это не то. Мы очень много чеснока едим в семье. Все любят чеснок. Все его употребляют. В России даже говорят, по-моему, что если кушаешь много чеснока, то коронавирус мимо пройдёт. Наверное, неправда, но по-любому чеснок... Чеснока очень хорошие есть. Такие качества, как даже понижение холестерола. Или как по-русски? Холестерии. Четыре зубочка маленькие. Мы тогда начнём с этого. К этому времени вода у нас закипела. Открываем, конечно, нашу пасту. И заспакиваем. Пасту размешиваем. Доводим до кипения. И потом на средний огонь ставим. К этому времени чесночок мы сделали. Чесночок. Медурачок. Теперь будем заниматься морскими продуктами. Надо будет... Для этого нам нужна сковородка. И нужно масло. Готовим мы, как обычно, на масле авокадо. Потому что оно не горит. Не подгорает. Но потом, естественно, мы добавляем немножко оливкового масла. Масло. И си-фудик. Вот так. Все сделали. И чесночок. Естественно, посолим по вкусу. Пока у нас сужается, мы займёмся уборкой. Чтобы Юля не ворчала. Потому что оно постоянно врачит, что я за собой не убираю. Welcome back, my peeps. Ну, что у нас здесь происходит? Си-фудик у нас. В принципе, готов. Ммм. Вкуснятина просто. Главное, не пережает, опять же. Вот. Вот так должно все выглядеть. Все красиво. Нужно только поперчить, посолить. Добавляем туда перца. Немножечко соли. Как я уже говорил, что соус в этот раз я готовить не буду. Соус у нас уже готовый. Я купил. Ммм. Вкуснятина. Паста. Почти готова. Паста надо пробовать. Потому что паста тоже переваривать не стоит. Она должна быть al dente. Еще немножко нужно сварить. Паста варится. Уже почти готова. Еще немножко твердая, но можно. И у нас, естественно, наш Маши Мои продукты. Очень вкусно пахнут. И нас ждут. Дорогие наши. И наша пасточка. Фреди Аввала. Очень вкусная тема. Тоже нас ждет. Ну что, друзья. Паста. Паста наша готова. Паста готова. Выключаем. Накрываем крышечкой. Правда, не той. Сейчас будем пасту отливать. Накрываем крышечкой. Идем сливать. Баба-ли-бу. Паста готова. Очень отлично выглядит. Так. Берем туда, наливаем нашего хорошенького соуса. Ну, это очень вкусный соус. И ставим на маленький огонь. И добавляем туда наши Мои продукты, которые мы уже подзаранее подготовили. Так. Перемешиваем на маленьком огне, чтобы она немножечко настоялась. Добавляем немножечко туда горлок. Перчика. Немножечко добавляем нашего черного перца. Так. У нас все готово. Еще немножечко перемешиваем. Не знаю, делать еще перчоним или не делать. Я думаю, что... Я думаю, что она идеально перченая уже. Да. Потому что здесь достаточно красного перца. Вот. Можно ее просто теперь оставить на маленьком малюсеньком огне. Буквально пару минут. Чтобы она все дошла немножко до... Ну, не высокой температуры, но чтобы она в тепле там сидела. Потом мы закрываем и пускай сидит. До тех пор, пока Мирон не придет, и мы не будем кушать. Потом что делать? Открываем, накладываем по тарелкам. И... Сверху парможана. Сверху насыпаем. Получается у нас идеальная паста. Так, друзья. Last stage. The last preparation. Мирон and Zina are waiting for ням-ням. Мама is waiting for ням-ням. Let's show us. Все waiting for ням-ням. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Wow. Wow. Don't forget the spoon. 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 Так. One. Wait. Two. Wow. Three. Мирон. Okay. Hey, mommy. Так это такая же черная паста, которую ты готовил? Ну, я не. Это другая. Это чисто экспериментальная, плановая паста я сделал. Ну, в смысле, соус is the same? No, соус is the same, другой. It's not vodka sauce. No, это не vodka sauce. Это Freddy Avila sauce. Okay. It's Freddy Avila sauce. Посыпаем немножечко сыра. Можно побольше. Побольше. Никто не уверял от сыра, блин. Только от коронавируса. Мирона тоже сыр. И папе тоже сыр. Wow. Ну, что, друзья, финальное ревью. Финальный обзор. Я специально надела красный свитер под красную пасту. И сейчас я дам вам моё честное ревью. Спайси. Спайси. Very, very spicy. Wow. Чиз. You want to put a little bit of cheese? На, положи. Возьми немножко отсюда и туда положи. Good job. На тебе Вилку. На, давай. Скажи, что ты думаешь насчет папиной пасты. Слывал hot, да? Hot. Подуть надо? Мне кажется, немножко спайси пойм, да? Да, спайси. Подуй. Ну, как? Вкуснейше. Good, Мирон? Good. Good. Дуй хорошо. Ему спасибо, что он так делает. А ты как скажешь? Вкусняшно. Божественно. Очень вкусно еще. Все, пока-пока. Прожай. Мелся? Молси. Молси. Этот самый. Юр, как эти называются? Юр, как эти называются? Крюшки. Это, наверное, у нас дома продолжается каждый день. Ну, не каждый. Каждый. Я вчера Слава приедала. Хорошо. Каждый второй день. Я вчера Слава приеду. Я вчера Слава приеду. Я вчера Слава приеду.